так доброго времени суток и это внутренний обзор ноутбука lenovo ideapad 510s defice 14 as k ну там точно модель есть это в описании или в названии оставлю там же на характеристики скажу честно ну точно такую же модель я на снг но я не скажу что слишком подробно искал так по быстрому глянул вроде нету данный ноутбук в том числе был привезен из-за границы куплен на амазоне находил такие где-то в промежутке от 550 до 850 долларов то есть ну не самые дешевые грубо говоря среднички такие и так 110 в принципе серия может быть 15-дюймовый а это 14-дюймовая серия 500 510 510s ideapad of корпус в принципе пластиковый стилизирован под металл особенно это кажется на верхней крышке но это пластик собственно там вставочка под стекло но опять же все пластик но вроде как сборка приятненькая но пластик есть пластик в общем корпус так корпус я не разбираюсь что могу про него сказать самое главное единственное что обращу внимание это первая клавиатура клавиатура встроенная снимается не сверху а снизу это плохо каждый раз это говорю в этот раз тоже по-быстрому упомяну но особо рассусоливать не буду по личным впечатлениям исключительно лично впечатления тачпад большой удобный классные но кнопки встроены это надо бывает неудобно и матрица насколько я понял на все 14 дюймовой серии матрица ips и вот матрица мне здесь откровенно понравилось full hd ips очень качественная приятная картиночка но это мелочи это опять же такое это характеристики все характеристики это интересно но их можно почитать и в написании магазина сайта не важно сама разборка разбирается он достаточно но относительно просто не сильно то что можно обратить внимание что нету ни каких дверц привода батарея встроенная привода кстати тоже здесь нету но для 14 дюймов это в общем более или менее норма вот то что батарея внутренняя это хреновастенько кроме всего прочего на нижней части корпуса есть разве что там отверстия динамиков которые вниз направлены отверстия для входа воздуха систему охлаждения ну выдув происходит вот здесь вот но мелочи сам сама разборка то есть вы открутили все болты у меня они уже скручены и после этого можно просто челкнуть с этой стороны не начать она достаточно легко отчелкивается и проблем с этим возникнуть не должно даже у тех кого опыта особо нету и исключительно по причине легкого челкивания считаю что разборка не смотря на отсутствие более удобного варианта с дверцем быстродоступа все равно не слишком геморройная так вот собственно и снял крышечку так ну пожалуй начну по порядку так ноутбук сама крышка пластика как я говорил тут ничего особенного нету пару подкладочек которые ложатся на жесткий диск или на ssd чтобы удары сильно на нем не чувствовались неплохо молодцы что подумали но так крышка как крышка пластик но не скажешь слишком мягкий обычно совершенно обычный так первое что нужно сделать разобрав его как по мне хотя бы по крайней мере сняв крышку это все-таки отсоединить батарею если кто будет разбирать вот посередине вот черного коннектора там есть такая вот выемка в котором удобно относительно толкать пластиковым предметиком можно наверно просто если будет кто-то разбирать и что-то менять что-то отключать лучше снимайте с чел коннектор батареи это просто маленький совет это все-таки лишним не будет итак внутри что же есть внутри первое на что обращу внимание батарея она конечно внутренняя но сразу обращая ну я по примере обратил внимание что она достаточно ну не маленькая всяком случае это в принципе логично с учетом того что серия данного ноутбука все-таки это мне 310 которая считается более низкий более ну более более бюджетный вариант а считается что-то типа средний средним вариантом и батареи все-таки должны быть не ну не самые худшие всяком случае и так сама батарея снимается она тоже достаточно просто отсоединяется откручивается три болта ее можно снять я честно скажу вообще не читал про нее это литий-ион в принципе стандартный 4050 миллиампер часов короче батарея вполне стандартная и ну как бы у нее есть только один недостаток что она просто тупо внутренняя все ну и пока что отложу дальше на что можно обратить внимание это жесткий диск но в данном случае это не жесткий диск это ssd насколько я помню в этой серии в серии имею ввиду айдиапад 510 с 14 14 очень часто ставится и мне жесткий диск и сссдшка я уж не смотрел не уверен что стрел все варианты скорее всего есть варианты с жестким диском и сссдшкой ну снимается кстати тоже достаточно обыкновенно ничего особенного просто три болтика скручиваются и достается накопитель жесткий диск или ssd обычная корзина которая крепится к накопителю там вот несколькими болтиками в принципе ничего особенного что чуть более интересное что я думаю стоит все таки показать азу азу здесь установлена не просто в слот а вот прикрыт еще такой вот крышечкой металлической с точки зрения безопасности но я не знаю может смысл в этом какой-то есть ну как кому-то может конечно сильно не понравится мол чтобы поставить азу мне придется снимать какую-то крышку не знаю я честно говоря ну есть и есть она снимается достаточно просто и проблем как по мне с этим быть никаких не должно просто отгибается несколько креплений и она аккуратненько снимается но по сути просто там уже зажимается металлические такие вот штучки просто нужно аккуратненько желательно пластиком все таки не металлом чтобы не повредить саму материнскую плату поддеть ее и снять насколько я кстати понимаю без этой крышки материнская плата возможно не сордует потому что вот эти вот крепления металлические они возможно там замыкаются через нее же и но я такой встречал не на ленове правда она асусе но все же на всякий случай если кто будет менять вот эту планочку вы ее ставьте обратно чтобы потом повторно не разбирать само азу азу конечно прискорбно но здесь слот всего один в данном случае и до один слот с установленной планкой то есть распаянного нет во всяком случае конкретно на этом ноутбуке но я думаю эта практика скорее всего касается всей линейки в целом в данном случае установлена планка на 8 гигабайт максимально допустим объем насколько помню 16 то есть один слот 16 гигабайт здесь частота базовая 2133 герца также допускает но бывает в серии устанавливают 2400 герц возможно там где стоит указано в характеристиках на магазине и так далее и тому подобное но это смотреть нужно тут 2133 стандартный обычный ddr4 азу но ставится обратно плюс-минус аллогично вставляется защелкивается как обычно слотик и вставляется обратно это вот штучка и зажимается этими металлические тут кипления так следующее что я думаю стоит показать вот вот тут находится кулер это можно легко догадаться система охлаждения стандартная состоящая из кулера термотрубки радиатора и термопластин прижатых соответственно к видео чипу и процессору процессор здесь господи не помню там и 7 или 5 7 6 поколения по сути это играет роли не слишком много потому что тпд у них плюс-минус одинаковый то есть тепло выделение имею ввиду и температуру этого процессора данная система охлаждения держит более чем спокойно хотя кстати конкретно процессор я на сто процентов вроде так и не загружал но ладно при кое-какой нагрузке держит он стабильные 70 стабильные 70 и ниже 70 и то есть хорошо виде ядром здесь установлен radeon r7 м 460 другие варианты скорее всего тоже есть но их не встречал насчет родиона я просто так чисто очень бегло протестировал скажу свою точку зрения это видеоядро ну не очень конечно его присутствие не означает что весь ноутбук не очень потому что тот же просто нормальный там там система охлаждения может быть неплохая но вот само вот это вот видеоядро она бесполезная практически но не намного лучше встроенного в процессор видеоядра и если кто-то будет покупать этот ноутбук вы конечно имейте ввиду что она как бы есть но как бы толку от него немного я к родиону сюда относился ну как бы предвзято и в данном случае это по моему вполне себе оправданно поиграть конечно во что там можно но особо рассчитывать не стоит снимать систему охлаждения сейчас не буду иначе придется наносить через термопасту да и смысла в этом особо нету она стандартная совершенно справляющаяся со своими обязанностями что еще думаю стоит все-таки показать батарейка bios и стандартная то есть она все-таки есть сейчас бывают на некоторых современных ноутах не ставят но есть есть просто есть вот тут вставляется вот шлейф клавиатуры и рядом от шлейф подсветки да в данном случае это ноутбук у которого есть подсветка клавиатуры это прикольно это удобно но особенно многим нравится что красивенько горит но думаю скорее всего есть варианты без подсветки отдельная плата которая картридер порты порт аудио комбинированный usb и отдельный шнурочек гнездо питания вот за отдельный шнурочек гнездо питания вообще отдельный плюс потому что насколько же это намного более удобно чем ставить гнездо питания на материнскую плату по одной простой причине гнездо питания может быть ну она со временем изнашивается бывает корпус сломается ну короче выходит из строя и его нужно менять но бывает иногда такое далеко не всегда но бывает и вот если бывает если она распаяна где-то вот здесь на материнской плате это крайне неудобно потому что нужно его перепаивать или хуже менять медицинскую плату но чаще перепаивать тут же можно менять только гнездо ну то есть с шнурочками гнездо переставили это причем ну как бы операция достаточно обыкновенная это может сделать даже обычный пользователь то есть не нужно никаких особых навыков разбирая разбирается достаточно просто скручивается еще тут бы там пару балтиков чтобы поднять петлю и меняется просто гнездо ну это в принципе классно следующее что следующее следующее а ну если кому вдруг будет интересно вот это вайфайка обычная двухантенная вайфайка но обычно по современным меркам прижатая вот такой вот такой штучкой антенки это есть хорошо дабы не не отвалились при транспортировке переезде но кроме этого и говорить о ней особо ничего что чуть более важно особенно относительно вайфайки это петли матрицы петли матрицы если кто не знает что такое это вот такие вот штуки металлические вот и вот чуть поменьше 2 которые как бы соединяет между собой верхнюю и нижнюю часть ноутбука то есть экран вот с нижней который клавиатура подсоединена но такое легкое лирическое вступление в чем их суть в том что они крепятся к обоим частям ноутбука и на них идет значительная нагрузка при открытии закрытии самого ноутбука и так уж сложилось исторически что это в принципе проблемная часть корпуса и особенно касательно некоторых отдельных серий ноутбуков что я вижу тут первая стандартная фигня вкручены они в крепление которые крепятся по-другому начну всего есть три болта на каждой петли которые крепятся к верхней части корпуса вот болт вот болты вот болт вот болт вот вот болт и вот болт то есть по три болта на каждую петлю по три болта откровенно маловато в том числе мне не нравится совершенно что площадь их распределена прямоугольником вытянутым по ширине ноутбука вы уж извините если я оскорблю чьи-то верования кто-то может согласиться но по моему более эффективно использовать крепление когда эта петля расположена вдоль потому что ну в моем представлении во всяком случае в таком они менее подвержены тому чтобы отламываться ну я могу ошибаться но я даже встречал отдельные ноутбуки на которых дополнительные крепления помещали и помещали их вот в таком расположении то есть вот продолжали вот так и как по мне это весьма правильное решение вопрос следующий сами петли как я сказал крепится в пластик и из пластика не выламываются чуть раньше чуть позже выламываются все из пластика и это хреново это нужно иметь ввиду это ужасный ремонт как правило неприятная а иногда и очень дорогой но есть маленький такой плюсик в защиту почему маленький объяснить позже плюсе касается того что вот этот болт и вот этот болт соответственно то есть по одному болту из трех на каждой петле крепятся верхнюю часть корпуса проходя через металлическую пластину это как бы неплохо вроде бы плохо что плохо что через металлическую пластину проходит этот болт а не этот потому что на вот этот болт и на вот этот даже больше на вот этот ну и соответственно вот это тоже и вот этот они не через металлическую пластину проходит они просто вкручены в пластик и только вот эти вот крайние которые как бы ну вспомогательные ну в плане по крайней мере распределения между собой нагрузки они наименее важные чем вот этот и вот этот вот этот и вот этот и они закреплены а эти нет следовательно какой момент вот эти могут отломаться если отлом они отломаются то останется но петля держаться на каждой стороне на вот этом и на вот этом болте от них на не отломается но в худшем случае отломается от пластика и будет все еще держаться в металле и как по мне это хреновастенько потому что потому что но это сделано во всяком случае ненадежно не выглядит так что этот болт как бы спасает от отламывания этот болт он просто выглядит как эта непонятная страховка на хрен пойми какой день эти болты они основные они как вот как есть несущая колонна в здании так в данном случае является несущим вот это крепление она берет на себя основную нагрузку это всего лишь его помогает как бы забирает на себя его часть но не является основополагающим и то что оно креплено это конечно хорошо за это плюс но вашу ж мать это это провал господа это она просто немного от немного я почерплю немного оттягивает неизбежное ну короче мне не нравится кто-то с мной не согласится может кто-то скажет сопромат учи читаем отчасть и возможно он будет прав но с моей точки зрения это не лучшее решение и лучше она только варианта когда вот этого металлического крепления не было бы вообще ну короче только если сравнивать с худшим это как-то автология наверное даже звучит но и хрен с ним мне не нравится просто имейте ввиду что петли здесь весьма так себе последний момент который думаю стоит обсудить но так весьма бегло да как с ним металлическая пластина раз уж ее обсуждали это пластины которая крепит материнскую плату старая песня начинай заново крепит не материнскую плату крепит клавиатуру клавиатура как я говорил чуть ранее вставлена верхнюю часть корпуса да далее она прижата вот этой металлической платой на которую сверху положено материнская плата система охлаждения с петлями матрицы совсем 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 какой минус я уж не буду слишком подробно рассказывать минус в том что очень неудобно меняется клавиатура клавиатура это уж такая часть ноутбука которая очень часто страдает от последствий использования ноутбука пользователям там типа кола кофе вино кто на что гораст но если уж ну у кого-то случится такая неприятность то на этом ноутбуке менять клавиатуру будет неудобно и кто-то скажет да и хрен с ним сейчас везде так делают частично согласен частично нет есть производители которые но действительно делают отдельные съемные клавиатуры те же hp на пробуках на делах встречал asus acer честно не помню asus acer возможно везде действительно встраивают lenovo тоже честно не помню сейчас современные ноутбуки с отдельными быстро снимаем клавиатурами но это просто момент который вам нужно учитывать я не говорю что из-за этого нужно ноутбук не покупать но это те самые риски которые человек должен понимать покупает такой ноутбук так что еще что еще общая информация если кому будет интересно и по-быстрому пробегусь вот тут выходит и проходит шлейф матрицы и соединяется если кому-то интересно гнездо питания которое ранее показалось здесь входит вспомогательная плата usb картридер комбинированный аудио и вот здесь соединяется потом динамики подсветка клавиатура клавиатура тачпад bios антенны вай фай кроме этого соединений ну а ну да вот я еще забыл сказать коннектор вентилятора вставляется кроме этого соединение отдельных как бы нету это общая информация если кому-то другу будет полезная а теперь сам вывод по самому ноутбуку потому что хватит уже разговаривать ноутбук честно рассветники у него я во всяком случае не вижу ни одной такой явно сильной стороны за которой можно сказать что вот для этого ноутбук хорош у него есть всего понемножку него есть немножко хороших сторон в плане там системы охлаждения там вроде как более-менее немножко адекватный корпус и достаточно много сторон которые вроде отрицательные но они такие общее отрицательные для основной массы современных ноутбуков в числе этого и я наверно пойду по мере убывания как бы значимости наиболее значимая с моей точки зрения хреновые петли потому что но это всегда это очень неприятный ремонт просто я объясню почему ремонт неприятные петля отломается ноутбук уже не четко открывается он там как-то вот так как лыхается попало плюс не дай бог это же отломанная петля начинает раздалбывать окружающие детали которые допустим в данном случае может быть гнездо питания шлейф матрицы с этой стороны петля может ломать немножко материнскую плату цеплять снять антенки вай фай и ну наверное все но тут еще кстати с этим более менее но это все равно очень приятно потому что ломается петля нужно менять всю верхнюю часть корпуса и дорого это короче ну как как с моей точки зрения короче петли здесь плохие моя точка зрения следующий по значимости в меньшую сторону отрицательный момент это все-таки клавиатура кто более или менее привык пользоваться ноутбуками тут знает что клавиатура может пострадать очень часто и очень легко особенность у тех кто там привык есть за ноутбуком кто живет допустим в общежитии у кого одно рабочее место и там же и покушать место в общем это минус это неудобно это не есть хорошо с моей всяком случае точки зрения следующий минус это все-таки внутренняя батарея вот можете говорить что угодно но я внутренние батареи не люблю опять же тот же случай когда проливает кто-то жидкость в этот самый ноутбук первое что логично и неплохо бы сделать снять питание батарея внутренняя батарею не снимешь его нужно разбирать и хорошо если ты к этому привыкший ты по-быстрому раскрутил что-то там скинул и все а если ты человек который с этим даже близко не сталкивался тебе батарею снимать неудобно это ну опять же зачем какая цель это не удобно все на этом думаю тупо достаточно следующий момент из отрицательных сторон я пожалуй скажу вот видеоядро почему отрицательная сторона потому что она есть вроде бы она против и есть но она но у него нет какой-то вот такой вот сильной значимости она не меняет как бы концептуально свою цель назначения ноутбука она не сильно отличается от видеоядра встроенного в процессор но при этом так как она есть она наверняка заложена в ценообразовании следовательно вы за него платите а это хреново так как она если кому и понадобится то просто обычный пример запускаешь игру нажимаешь на какие-то настройки при которых более меня кто адекватно можно поиграть и в игре вот тут и 7 стоит загрузка 30 процентов загрузка 30 процентов процессора видеоядра загрузка 100 процентов то есть вот это видеоядра тупо не дотягивает до процессора и нет будет дотягивать не только до и 7 и до и 5 только там будет ой 5-го не 30 процентов а там 60-70 это причем вообще максимум а то процентов 50 при этом при всем игра скорее всего точно так же плюс-минус пошла бы если бы просто взяли и запустили на внутреннем ядре и поэтому короче она здесь но если кто будет выбирать если выберет модель такую же но без дискретно видеоядра это по моему даже лучше потому что все где должна быть по крайней мере дешевле момент следующий отрицательный момент следующий отрицательный которые в принципе даже как-то из виду изначально упустил в плане чего-то апгрейда здесь смотрите какой минус точнее к нюанс здесь нету привода привода вообще нету следовательно 2 жесткий диск поставить некуда основной жесткий диск его снимал не жесткий диск данном случае этот твердонакопительный диск он же создаем установлен вот здесь и в данном случае это по моему 26 до 256 гигабайт в принципе большинству наверно объем достаточный но если кому-то нужно поставить ну кто захочет объем памяти больше в чем минус здесь нет нет привода а следовательно нельзя поставить второй жесткий диск на место привода факт номер один факт номер два здесь нет м2 слотов и если бы вы здесь был привод и не было м2 слота это можно было бы стерпеть м2 имею ввиду м2 sata слот для ssd то есть для еще одного ssd шки но не такого формата формата там плата 18 сантиметров 18 ли ну короче не важно там платы ssd так вот если бы не было м2 и был привод было бы терпимо более-менее но так как нет привода и нет м2 это как по мне ну если не ужасно то весьма так себе кому-то может быть это не подойдет и аналогичная ситуация с азу как и говорил максимальный теоретический объем 16 гигабайт просто потому что слот один и этот один слот больше 16 гигабайт не примет вообще никак даже не старайтесь так вот этих 16 гигабайт теоретически хватит опять же если не всем то практически всем но отрицательная страна отключается в чем в том что слот один и он заполнен хочется увеличить объем приходится покупать плату больше чем текущая по объему меня текущую а текущую там продавать на укра на вита на алексах кто где хочет но суть том что нужно покупать и продавать старую это не удобно было бы свободный слот можно было бы в него просто добавить и это было бы более или менее удобно на отрицательных сторонах пожалуй все можно было конечно еще добавить то что нет быстрых как бы быстрого доступа но я даже уж это уже вспоминать не буду это уже мелочи по сравнению со всем тем что я рассказывал до этого и вот только что вот я говорил говорил рассказывал там положительные стороны вроде начали которые уже даже забыл чего там рассказывал рассказывал только что рассказывал отрицательные стороны что я подумал ноутбук конечно может как бы и неплохо кому-то может быть даже понравится кто-то будет говорить что вот все тянет игры классно но как по мне стоит ноутбук как я там говорил 550 тире 850 долларов но в принципе за 550 наверное даже может сильно неплохо ну действительно но вот перечислю все эти стороны если представить что и при этом при этом ты еще берешь какие-то за доллара 850 800 долларов а это все-таки ценовая категория где уже ноутбуки бывают немного более высокого класса чем просто ну хороший корпус ну чем просто красивый корпус имею ввиду то как-то я бы не брал в таком случае я не буду говорить что вот не берите ни в коем случае моя оценка скорее нет чем да и вот именно так я буду формировать я не буду говорить ни в коем случае просто скорее нет чем да главное что имейте ввиду вот эти все недостатки включая то что в первую очередь видео дров все-таки хреновенькая и поиграть тут получится весьма так себе ну на этом обзор считаю оконченным спасибо за просмотр ставьте там лайки подписывайтесь до скорых встреч